Преображение офисного здания на Бабушкино-50 сложно не заметить. Вместо облупившейся штукатурки, местами оголившейся до кирпичной кладки, теперь нетипичная для ЧТ отделка. Прохожие ремонт уже оценили и сравнивают новую стилистику с домами, характерными для Южной Италии. Замечательные, обратите внимание на материалы. Первое здание, которое с толком сделано. Не хватает в ЧТ именно тех, которые были бы со вкусом? Да, безусловно. Какой-то вот облик прямо. Ну, что тут говорить, просто смотреть. Я вообще вот здесь живу рядышком и в восторге от того, что у кого-то хватило и денег, и ума так сделать. Ой, намного лучше стало. До этого была не очень старая обделка. Хорошо, что оборудовали. Интересный дизайн, современный видно. В стиле лоб, кажется. Подрядчик обновил не только фасад здания с Бабушкино, но и внешний облик внутреннего двора. Секрет необычной текстуры дома в применении специальной декоративной штукатурки. Стиль здания – это идея целиком и полностью принадлежит заказчику. Здесь был дизайн-проект. Мы приступили к работе в начале мая. Сроки у нас несколько затянулись, потому что здание реконструируем полностью. Как видите, мы убрали старую штукатурку, обновили полностью откосы, балконы. То есть, ну, масштабную работу провели. В качестве финишной отделки мы используем караед, тоже отличного производителя европейского. И краски, соответственно, тоже здесь используем премиум класса. Здание в частной собственности и реставрируется за счет его владельца. Как уверяет подрядчик, для заказчика не были важны сроки исполнения. Главное – качество ремонта. У заказчика в приоритете также стояла качественно выполненная работа, поскольку это центр города. Хочется, чтобы выглядело это все идеально, как-то необычно, красиво. Поэтому в плане сроков у нас нет никаких разногласий с заказчиком. Хотелось бы, чтобы все делали это с желанием и качественно, и тогда это будет выглядеть красиво. Будь то караед или будь то обычная штукатурка-покраска, выглядит это все равно будет прекрасно. Когда строительные леса уберут, дом на бабушке на 50 будет выбиваться из архитектурного ансамбля уже не своей обветшалостью, а, напротив, уникальным стилем. Остается надеяться, что и соседние последуют этому примеру. Евгения Бузлаева, Даниил Ботвинский, Никита Дроздов, РТК «Забайкалье».